Я надеюсь, что я не пожалею в своем решении снимать видео на улице, меня не закусают комары и не будет жарко, но это видео вопрос-ответ. Решила снять вопрос-ответ, вот тут наш номер, где-нибудь в садике, который перед отелем, пытаюсь найти место. Большое спасибо вам за вопросы, я решила их разделить на две части, одна вот эта, называется Girl's Talk, вопросы будут разные и серьезные, какие-то простые, девчачьи, но какие-то общие, допустим, про науку, про жизнь в Германии и все такое, я решила снять об этом отдельное видео, а здесь будет просто такой девчачий разговор. Начну с простого, какой мой рост и вес, я совсем невысокая, у меня рост 160 сантиметров и вес, наверное, около 50, я уже давно примерно так вешу, может быть 49, но не взвешивалась уже много лет. Привет, интересно послушать про твой гардероб предпочтения, заметила, что любишь вязаные вещи, они тебе очень подходят и добавляют уюта к образу. Во-первых, большое спасибо за все ваши теплые слова про мой стиль и какие-то отдельные образы, мне очень приятно читать такое, хотя я себя совершенно не чувствую экспертом в этом вопросе, но могу поделиться своими мыслями на эту тему. В целом, в последнее время у меня поменялось отношение к гардеробу, стилю и так далее, если честно, большое количество вещей меня в целом всегда пугает, поэтому я люблю, когда вещи немного, но они любимые и они действительно тебя украшают. Это, наверное, два главных принципа. Также могу сказать, что раньше меня гораздо больше вдохновляли разные видео, фотоконтент на тему стиля, мне, допустим, хотелось так же, как какие-то девушки, одеваться или я ловила какие-то идеи, и мне в целом была намного более интересна эта тема, чем сейчас. Сейчас мне немножко кажется все это бессмысленным, это, может быть, звучит слишком критично и как-то полярно, но это вот, если говорить честно, то я сейчас так задумываюсь, а какой вообще смысл каждый сезон придумывать какие-то новые тренды, какой смысл вообще в целом в каких-то быстротекущих модных позициях, вещах. Но также я понимаю, что я могу просто чего-то сейчас не понимать или каждый проявляется и занимается тем, что ему нравится, поэтому мода с точки зрения искусства, это действительно имеет место быть и огромная индустрия, которая действительно вдохновляет и очень интересна, и какие-то совсем могут быть крэйзи идеи, которые ты смотришь, думаешь, как автор додумался. Но вот в целом я сейчас, наверное, пришла к какому-то условному минимализму, мне хочется иметь малое, хочется иметь хорошее, и в то же время у меня бывают какие-то внезапные хотелки, мне что-то хочется, я могу также увидеть красивую фотографию девушки и захотеть такую же вещь, но все в гораздо меньшей степени, что ли, и гораздо-гораздо я стала, наверное, равнодушнее к моде. Но чувствовать себя красивой мне, конечно же, хочется, и, наверное, просто вся одежда, которую я ношу, я в ней чувствую себя хорошо, как-то так. Как понять, что рядом тот человек? Первое, что, наверное, приходит в голову, это почувствовать, это очень важно чувствовать, что рядом твой человек. Наверное, если возникает вопрос, а тот ли этот человек, наверное, стоит задуматься, и, скорее всего, ответ будет нет. То есть это, естественно, все на уровне ощущений, но в то же время я считаю, что можно и нужно включить мозг, и по каким-то конкретным и, что ли, аксиматичным вещам, вопросам, пройтись вместе. И понять, на одной ли вы стороне реки одинаково ли вы относитесь к чему бы то ни было, к каким-то очень серьезным, важным аспектам в жизни. Конкретно, может быть, я сейчас не буду приводить список, по которому стоит пройтись, но его стоит обязательно для себя составить. Опять же, для каждого важное является разным, поэтому просто нужно сначала хорошо знать себя, мне кажется, любить себя. Несмотря на то, что вопрос про другого, то есть тот ли человек рядом, мне кажется, в этом вопросе очень важно знать и любить себя, для того, чтобы быть уверенным, что рядом тот человек. Опять же, мы все равно все меняемся и можем поменяться в противоположные стороны, и никто не знает, что будет, естественно. Но как бы на берегу можно о чем-то подумать, договориться с собой, проверить, пройтись по вопросам и так далее. Поэтому, наверное, да, во-первых, почувствовать, а во-вторых, подумать мозгом. Ты счастлива? Я по жизни счастливый и позитивный человек, но мне кажется, такой осознанно счастливый я не была никогда, чему, конечно же, очень рада. И да, сейчас я могу сказать, что я счастлива и счастлива, как никогда. Расскажи об уходе за кожей. Пункт первый. На камере всегда кожа выглядит чуть лучше, чем она на самом деле. И в целом я могу поделиться тем, что у меня скорее проблемная кожа. Сейчас она чувствует себя неплохо последние, там, условно, пару лет. Я думаю, она уже на каком-то таком нормальном состоянии лично для меня. Но в целом с подросткового возраста у меня, в общем-то, проблемная кожа, высыпания и все прочее. Также она у меня довольно-таки жирная. У меня такое возникло ощущение из опыта моей жизни, что, во-первых, действительно очень важно не нервничать, и чтобы вы были спокойны, чтобы была ваша кожа спокойна. Мне кажется, это просто правило номер один, чтобы кожа и волосы хорошо себя чувствовали, нужно хорошо себя чувствовать. А если говорить об уходе, то я пользуюсь умывалками и увлажнялками, и умываюсь два раза в день, а затем увлажняю кожу. Практически уже не пользуюсь косметикой какой-то декоративной. Могу немножко нанести какие-нибудь румяна и солнцезащитный крем. Да, вот еще чем я пользуюсь. Но на этом, наверное, все. То есть у меня очень такой, я бы сказала, несложный уход за лицом. Я люблю кремики, мне приятно этим пользоваться. И в то же время я стараюсь заканчивать баночки, то есть не использовать слишком много разных средств в одно время. Всегда используюсь чем-то одним. И просто заканчиваю, с тем начинаю новые. И мне кажется, это тоже очень важно, когда вы стараетесь исправить какие-то моменты с кожей, как-то ей помочь, не перестараться и не перепробовать 100 средств сразу. И мне кажется, от этого часто только хуже. В целом, если говорить про проблемную кожу, во-первых, конечно же, нужно обращаться к специалисту, к врачу. Но в целом нужно постараться любить себя и устроить себе спокойную жизнь. Это раз. И два. Если вы в каком-то переходном периоде, в подростковом, например, у вас меняется гормональный фон. И тут, мне кажется, нужно просто, к сожалению, ждать, подождать, пока у вас закончится этот переходный период, и все будет хорошо. Просто знайте, что это закончится. И постарайтесь не навредить своей коже, например, не трогать ее лишний раз. И просто ждите, когда само все пройдет. Вот, честно, мне кажется, в случае каких-то таких подростковых моментов, это, к сожалению, только дождаться окончания. А еще был вопрос, точнее, запрос, может быть, рассказать про любовь к себе. Про любовь к себе. Я точно могу сказать, что я далеко продвинулась в этом вопросе за всю мою жизнь. Но в то же время есть еще куда идти и развиваться в этом. Так что могу поделиться тоже немножко своим личным опытом. Возможно, из-за какой-то такой вот нашей традиции и ценности в девушках скромности, у меня возникли большие проблемы с любовью к себе в уже осознанном взрослом возрасте после 20. И да, как я уже сказала, я связываю это, возможно, вот с этой вот восхвалением скромной какой-то образа скромной девушки. Мне кажется, это было что-то такое внутри меня. И не то, чтобы я не говорю, что это не ценно, нет, но это немножко спровоцировало такое вот угнетение каких-то, какой-то любви к себе. И похвалы самой себя за что-то и так далее. И поэтому с этим у меня прям были серьезные проблемы. И с этими серьезными проблемами я обратилась к специалисту. И где-то около года занималась с психотерапевтом, в общем-то, во многом именно на эту тему. И мне кажется, мне именно это и помогло. Но также, возможно, опыт фотографии и работы моделью тоже мне помог. Или вот, например, создание видео. В общем, я как бы внутри себя почему-то не чувствую себя красивой или стройной, или вот условно хорошей, да. Когда я смотрю на себя, если говорить про внешние качества сейчас, со стороны на фото или на видео, я такая, так, да все нормально, я нормально выгляжу, даже где-то красиво. И это тоже мне помогло, взглянуть вот на себя со стороны и осознать себя еще лучше. Но мне кажется, все равно я до конца вот самоощущение какое-то полноценное еще пока к этому иду. Но, как уже сказала, гораздо-горазд лучше, чем было раньше. Я могу сказать, что я люблю и хорошо к себе отношусь. Но, опять же, немножко это тоже меняется, трансформируется. Иногда я чуть ближе и добрее к себе, иногда чуть дальше и холоднее. Но, да, работа с терапевтом также, мне кажется, помогает опыт побед так называемых. То есть, когда вы идете по жизни, с чем-то справляетесь, например, самостоятельно или добиваетесь чего-то. Пусть это что-то маленькое или что-то там огромное, значимое для вас. Но вот этот опыт побед, он, конечно же, добавляет и уверенности в себе, и любви к себе. Мне кажется, это очень важно. И, конечно, важно при этом замечать и ценить это. Но, да, это, безусловно, помогает. Такая вещь, как жизненный опыт и опыт побед. Но, что я могу в целом сказать про любовь к себе? Я считаю, что это просто самое-самое главное. Потому что от этого, мне кажется, у нас берутся силы и чтобы любить всех вокруг. Так что, действительно, возлюби себя и возлюби ближнего своего. Всё это именно в такой последности, мне кажется, и работает. Из опыта всегда чувствуешь, когда ты наполнен вот этой вот любовью и к себе, и к миру. И сразу всё такое светлое и хорошее. А когда внутри тебя туча, ты раздражён, уставший, то и все вокруг становятся бесячими. И заработают, короче говоря, в обе стороны. Так что, да, я считаю, что любовь к себе это просто самое главное вообще, что есть. Потому что это ваш толчок к достижению и к любви ко всем и ко всему. Расскажи, как поддерживаешь фигуру. Про фигуру. Конечно же, во-первых, мне повезло с генами. У меня здоровые, красивые родители. И это, наверное, очень большая и очень важная, естественно, часть. И с этим мне очень повезло. У меня всё хорошо, поэтому мне досталось здоровое, красивое тело. Но в то же время я всю свою жизнь, вот с раннего детства, не знаю, с двух лет до 27. Сколько мне сейчас? Скоро 28. Так вот, всю свою жизнь, не знаю, с двух лет до сейчас, я занимаюсь спортом. И довольно-таки многое серьёзно. Мне кажется, как раз вот последние полгода что-то я несколько раз болела, у нас были переезды и всё такое. Я чуть-чуть меньше, чем хотелось бы занималась. Но в целом всю свою жизнь я очень много занимаюсь спортом. И, конечно же, это тоже очень-очень важно, потому что, мне кажется, не важно, какого вы роста, размера, не важно, сколько вы весите, но важно вот эта вот общая какая-то подтянутость всего тела, общий какой-то тонус и соотношение, не знаю, мышечных и жировых тканей. То есть, по-моему, есть разные совершенно типы фигур, и они все потрясающе прекрасны. Но, мне кажется, важно, чтобы эта фигура была вот какой-то такой вот подтянутой, здоровой, спортивной. В хорошем смысле спортивной. Я имею в виду, что чувствуется какая-то жизнь и движение в теле, да, что оно есть. И тогда совершенно неважно, какого вы роста и размера. Так что, да, я просто всю жизнь занимаюсь спортом. Очень, кстати, это люблю. Мне нравится вот это ощущение силы в теле, и что ты можешь этим телом управлять так, как хочешь, и какой-то вот ощущать мощь. Сейчас я занимаюсь больше всего йогой, и для меня это такое вот успокоение и разума, и тела. А в плане еды я ем все, но просто стараюсь, чтобы полезного было гораздо больше. Я очень люблю фрукты и овощи и так далее, но бывает, конечно же, что-то вредное. Все равно тоже я ем какую-нибудь мороженку или конфетку. Это все тоже есть, но просто, как уже сказала, стараюсь, чтобы соотношение полезного было гораздо больше. Интересный вопрос, много ли у меня подруг и ностальгирую ли я по прошлому? Мне кажется, у меня всю жизнь было не очень много подруг, при этом всегда есть близкий друг в моей жизни. Собственно, с моей лучшей подругой со школы, с которой мы вот с первого класса дружим. Мы дружим до сих пор, и несмотря на то, что живем уже давно в разных странах. В целом, конечно, есть много приятных знакомых, но подруг, наверное, где-то четыре. Некоторые из них живут в Москве, и с ними у меня все равно какая-то такая необычная связь, что мы видимся или слышимся раз в полгода, но при этом каждый раз, когда эта связь происходит, не чувствуется какая-то дистанция, и кажется, что мы общаемся просто постоянно. То есть это какая-то такая, что ли, глубокая, не знаю, приятная связь, когда ты знаешь, что человек рядом, и неважно, что вы не общались несколько месяцев уже, все равно вам приятно, и вы близкие друг для друга люди. Также я могу сказать еще про себя такую особенность, что я умею дружить и общаться вот с кем-то условно один на один, но я совершенно не умею общаться в компании. То есть я помню, даже раньше мне хотелось быть частью какой-то компании, вот какой-то, не знаю, школьной или институтской, что-то такое, вот сопричастность к чему-то такому условно большому, но потом, проанализировав, может быть, свои способности и свой жизненный опыт, я понимаю, что это совершенно не мое, что я в целом как-то никогда, мне кажется, не умела, короче говоря, разговаривать в какой-то большой тусовке компании, когда больше, там, четырех человек, я как бы все, я в ауте, мне тяжело, и я замолкаю, прячусь в какую-то ракушечку. Это как бы не проблема просто побыть на каком-то мероприятии, но внутри меня каждый раз тогда возникает вопрос, а зачем? И, возможно, если у вас тоже такие же проблемы, как у меня, что вы не находите себя частью какой-то компании, задайте себе вопрос, уверены ли вы, что вам это нужно, или там, что вам это даст. Возможно, вам это ничего не даст, такой будет ответ, как это, мне кажется, в моем случае. То есть если мне что-то конкретное хочется узнать, спросить, или попросить у кого-то конкретного, с этим проблем у меня никогда не было. То есть я, в общем-то, с любым человеком могу найти какой-то контакт, общий язык, и спокойно пообщаться, вот, хоть с рандомным, хоть с кем-то там, с кем у нас есть какая-то история, с этим проблем нет совершенно. И также тут для меня всегда понятно, а зачем это происходит. А вот в случае компании зачем, незачем. Так что вот такая вот моя особенность, и мне кажется, это не хорошо, не плохо. Это просто какой-то стиль общения, который тебе нужен, либо не нужен. Что помогает чувствовать себя живой? Мне первое, что пришло сейчас в голову, такая еда. Ну, вообще, на самом деле, действительно, я очень люблю вкусно поесть, и это может быть что-то совершенно простое, просто вкусное, не знаю, яблоко или апельсин, или классное блюдо в классном ресторане также. Но действительно, еда меня очень сильно радует. Я, например, могу проснуться утром и обрадоваться, что сейчас мы будем завтракать. Короче говоря, вот так вот я просто устроена. Но да, меня заставляет чувствовать себя живой. Какие-то планы приятные, и, соответственно, их совершение, что когда я думаю, что вот, мы сейчас пойдём гулять, или мы сейчас пойдём на прогулку, или я вот сейчас сижу, монтирую видео, скоро его доделаю. Короче говоря, какие-то планы, мысли о планах, и также, конечно же, их совершение, меня это заставляет чувствовать себя живой. Я раньше уходила в какое-то тотальное действие, то есть постоянно что-то пыталась делать, и находила живость в этом. Сейчас я гораздо спокойнее, но всё так же что-то делать и что-то творить, это то, что заставляет меня чувствовать себя живой. Занимаешься ли спортом дома, и какое у меня отношение со спортом? Уже немножко об этом я поговорила, и ещё могу добавить, что я занимаюсь спортом как раз дома. Сейчас на Бали я постоянно занимаюсь в моей любимой студии Йога Барн, но по жизни уже много лет я занимаюсь дома, и тоже, как уже говорила, с детства я всю свою жизнь очень люблю спорт, и тоже мне повезло его любить просто искренне и всю жизнь. То есть доставлять себя, заниматься спортом, мне не нужно, я это очень люблю. Комары меня всё-таки немножко покусали, но я ни о чём не жалею, мне кажется, получился красивый катер, и я надеюсь, вам понравилось это видео, вы нашли для себя что-то полезное, или успокаивающее, или светлое. И да, на этом я хотела бы закончить это видео. Большое вам спасибо за просмотр, паучок успел на фотоаппарате плести какую-то паутинку, и на этом я хотела бы закончить это видео. Большое вам спасибо за просмотр, и до встречи в новом! Субтитры сделал DimaTorzok